Приехали в наше любимое место, Lucky Palace, за уткой. Так, ты мне карточку сразу же дашь? Да, доставай. Вот здесь очень вкусная пекинская утка, и говорят, что вкусные лобстеры. Мы сами лобстеров не пробовали, а вот утку мы уже оценили. И не раз, да, доченька? Да. Он всегда с нас ржет, потому что мы берем самое мало две утки, но чаще всего три. И он всегда такой в шоке просто. Такое место у них прям. Фото зона, глянь. Вот тут уже стоит наша... Я так думаю, у нас большой пакетик, да, Ива? Тикет номер 22. Сейчас здесь мало кто сидит внутри, в основном все только на вы нас выбирают. Спасибо. Вы тоже. Спасибо. Тикет? Да. Два текенера. Я знаю, я знаю. Хорошо. Это будет 71. 71.37. И у нас тикет номер 16. Тикет номер 16. Вот это, да? Посмотрите, какой у нас большой заказ. Просто обалдеть. Это самая вкусная вещь на свете. Бедный он занятой чувак такой. Ему телефоны звонят. Сотка звонит. Разрывается просто. Ева тащит наш ужин. В предвкушении. Там Лерка ждет, не дождется. Лера у нас ест сейчас. Последний раз, по-моему, в 3 или в 4 дня. Я ей позвонила. Я говорю, Лера, сори, мы везем утку на тебя брать. Мама, что за вопросы? Конечно, брать. В общем, сегодня у нее тоже будет немного нарушен движение. Мы хотели поехать в Total Wine перед домом, но заехали в ABC, потому что нам ближе было. Короче, решили мы с мамой взять что-нибудь такое. Горячительное к уточке. Да, мамуль? Да. Я говорю, решили мы с мамочкой взять что-нибудь такое. Погорячее. Да-да. Мы замерзли, кстати. Прохладненько. Ева дождалась, наконец, холода. Ева у нас очень любит холодную погоду. К чаю взять что-нибудь. К чаю? Да. Ребят, смотрите, мы пришли купить что-нибудь в чаю. Заметили, да, куда мы приехали? Это называется что-нибудь к чаю. Мама, ты меня убила. Так, что нам надо в итоге? Водку? Мы там брали. В смысле? Мы в магазине брали. Мы были в другом совсем магазине. Да, тогда нам надо найти твое вино, Ева. Да зачем мне вино? Короче, вы ищите пока. Я сейчас покажу сигары. Мишель, ты со мной? Постой рядом. Я боюсь тебя потерять. Смотрите, сколько сигар. Обалдеть. Это все под стеклом, потому что там цены, вы видите, да? 23 доллара за штучку, 25 долларов. 9-10 долларов за штучку. Вот, а здесь более дешевый вариант. Один, два, полтора. А здесь вот за упаковку, я так поняла. Цены. Вообще, такой прикол. Вот в таких упаковках. Каких только нет сигар, да, Мишель? Вообще прикольно. Надо маме сказать, не хочет она кому-нибудь на подарочки взять, потому что это так, ну, все-таки необычно. А вот табак есть отдельно. Мишель говорит, что это снотворное? Мишель говорит, это снотворное. Я совсем не забыла. Это не снотворное, это сигары. У нас дети вообще не знают, что такое сигареты и не знают, что такое сигары. У нас вообще... Сигареты не знаешь никак. Ну, теперь уже, знаешь, подросла, но вообще у нас Саша не курит, не пьет. И, короче, дети наши просто... Видите, она подумала, что это снотворное. Пойдем, тут бабушка ищет, это точно снотворное. Мишель увидела сигары, говорит, мам, это снотворное? Ага. Я говорю, нет, снотворное покупает бабуля там. А сейчас с Евой. А вы уже спросили или вы решили сами найти? А что вы ищете? Вы животку хотели? Нет, нам еще нужно. А, вы все решили за раз купить? Понятно. Понятно. А может, просто спросить, а то наша утка остынет, Ед. А здесь пиво. Просто огромный выбор пива. Разного. Вот так, это, кстати... Сейчас я хотела показать, какое вкусное пиво Саша мне... Да, Саша мне покупал. Что-то я его здесь не вижу. А, в следующий раз, значит... Это не она? Нет, баночка похожа такая же, большая у него, но это вроде не она. Нет, это не она, она была вот такая... Да, да, это не она. Короче, я вам потом его в Голмарте покажу. Волмарсона тоже есть. Вообще, конечно, выбор пива просто впечатляет. Здесь просто, я не знаю, какой огромный. И тут еще не все. В Total Wine, который магазин я вам хотела показать сегодня, там вообще просто... Почему обычно Blue Moon? Мы? Мама пьет обычно Blue Moon. Я очень люблю нефильтрованное пиво. И вот я пью как раз-таки Blue Moon. А вообще, я обожаю Хугарден. Но Хугарден здесь не всегда найдешь, поэтому Blue Moon, в принципе, мне достойно его заменяет, я бы сказала. Так, здесь еще винишко тоже какое-то. Ну тут литраж огромный на этих полках просто стоит. Пойдем. Вообще, что здесь еще классно, здесь в любом объеме есть. Есть маленькие. Вот такого шампанского можно спокойно купить. Здесь же тоже колу есть? М? Мы же здесь не будем колу брать? Колу нет. Это водка. Водка, Джек Дэниелс, баночки. Ну, в общем, всякие такие брюд вот есть. Это вино, розовое вино. Это шардоне. Это каберне, савиньон. Видите, какие классные упаковочки, тоже можно с собой брать. Здесь запрещено, чтобы видели у тебя бутылку, в руках алкоголь. А вот если ты с такой бутылкой будешь идти, я думаю, никто даже не догадается, что ты пьешь. Спокойно можно гулять с бутылочкой савиньян. Так, ну где наш это? О, вот здесь всякие сиропчики. Мама себе сейчас возьмет томатный сок и водку. А, томатный сок она не будет брать. Саша купил дома, у нас есть. Она возьмет только... О, кокосовые сливки, смотри. И мама, в общем, возьмет себе, будет делать сейчас коктейльчик. Томатный сок с водочкой. Такие они тяжелые, вы не представляете. Полкилограмма, представляете, по весу? Обалдеть. Ев, смотри, кокосовые сливки. Какие они тяжелые, потрогай банку. Представляешь? Что, вы ничего не нашли? Нашли, только твоего в этом раме. Да не надо мне ничего покупать, я не буду ничего пить. Себе, главное, мама пусть возьмет и все. О, ты чего такой нет, ей-богу. Я вообще не разбираюсь, поэтому я даже вам могу только этикетки читать и сказать, что это. Это вот лайм, вот зелененький. Реал лайм написано, а это лимон. Вот это я знаю, что такое. Вот это тоже я знаю, что это маргариту делать, коктейль. Нет, это концентрат, разбавлять водой надо. В общем, всякие тут сиропы. Вот есть мята, манго, агава, страуберы. Короче, разные. Чего-то только нет, в общем. Всего полно. Ой, вот такие наборчики прям очень интересные. О, вот это вот. Я люблю такое сочетание. Но для меня Джек Дэниелс немножко такой жестковатый. Я немного помягче виски пью. Вот, я пью баллантайнс. Чего, вы все? Сок дома есть. А зачем? Что это вы купили? Это все на Августиновской? Да. Мама очень любит это вино. Да, оно шикарное. Она говорит, что оно шикарное. Это вот где мы раньше жили. Это вот местное вино их. Мама там попробовала его, так как это было местное вино. И теперь мы его только здесь и не съем. Что там мы нашли? Ого, Советский Союз. Hammer and Cycle. Прикольная водочка. Николай, столичная. Да, есть тут все, да. Мы домой едем, у нас вообще-то лутка остывает. Вы что тут? Да, выберем лут. Потому что вино было проще выбрать, чем лут. Мама, закрывай глаза. Ева тебя раскрутит. И куда пальцем ткнешь, и такую берем. Мамуля выбрала абсолютно правильно. Себя любимую надо баловать. Аллилуйя, едем домой. Теперь уже точно домой. Мы летим домой на всех парах, потому что в машине запах утки стоит просто нереальный. Да, Мишелька? Кушать хочется просто кошмар. Тем более мы еще не обедали. Представляете, время у нас 7.07. Мы поели часов в одиннадцать, да? Да. Вот, и больше мы не ели. Короче, мы летим домой на всех парах. А ты мороженое еще ела в обед. А мы не ели. Мы против перекусов. Да. Короче, едем домой. Посмотрите. Демонстрация моделей. Да. Макарушка сказала, баба, I love you. Мы маме купили джинсики. Посмотрите, какая тут классная модная полоска. Вообще супер. Она, эта вышивка. Очень классно смотрится. Стройняк. Ты у нас и так стройняк, а в них так вообще. Ну вот. Так что теперь... Мама говорит, есть что обмыть? Да. Умничка. Классно. Макар сразу сказал, баба, I love you. Он в день, в день я не знаю сколько раз. Скажи, баба, I love you. Я обещала, что он лук понесет. Баба, I love you. Замер, замер. Макарушка тут накрывает наш стол. Девчонки выкладывают, а он носит. Пойдем, я тебе расскажу, куда поставить. Могу смело снимать этикетки. Да, уже можешь снимать. Мы тут накрываем стол. Так, Мишельчка, ты вино не трогала бы? Это не детское развлечение, поэтому... Стаканы будешь. А, стаканы будешь ставить? Ну, мне ставь, а бабушке не надо. Так, вот так, а вторую... А, это одна будет тоже. Мам, я мне... Мама, я коку буду. Коку будешь? Ну, окей. Давайте я ее... Так, Никусь, панкейки вот эти, наверное, пока не будем доставать, да? Или что? Ой, Лерчик, подними, пожалуйста, наушники. Я их сейчас раздавлю. Мам, мне кажется... Хватит нам согреть. Согреть или... Мама, мама! Да нормально. Да нет, мне кажется... Утку. Блин, ну опять все, переворошить ее. А жир отломится от мяса. А жир надо. Сейчас. Давайте подогреть. Что делать? Да нет, мам, мне отломится ничего. Я просто говорю, что надо подогреть. Окей, греем. Никусь, помоги ему, он просит. Что тебе дать? Мясо. Мясо? Вот такой у нас ужин. Все, сейчас тебе мяша положат твое. Ешь, пей, то есть. Ты что, на меня обиделся? Мама наругалась за то, что он кричит. Всегда когда снимаю. Мама, давай пробуй. Так, у меня сегодня виски. У мамули там кровавая мэрия. Давай за классный вечер, за обновочки. Вообще супер погуляли. Так классно. Ева свои дела все сделала. С нами. Не кусь. О, тут у меня джентльмен появился. С бабой давай. Вот так, молодец. В общем, приятного нам аппетита. Мама, ну ты что, откусила уже там? Давай скорее. Кусай, я пока посмотрю, как Ника себе там. Собирает бутерброд. Курица. Ну, очень вкусно. Это не курица, это утка. Не надо обзывать нашу утку какой-то там курицей. Нашу китайскую. Да, пекинскую. Пекинскую бабу. Ну, это Пекин, столица Китая. Если что. Вот так тебя сразу бабушка чик и задвинула. Ника, скажай, ну, ой, ну. Ну, что, мам? Очень вкусно. Вкусно. Это мое любимое блюдо из всего фастфуда. Быстро. Но она, конечно, не очень быстрая. Но имеется в виду из готовой еды. Это, наверное, единственное, что я ем. Из того, что мы покупаем. Ну, здесь, во-первых, все по отдельности. И ты видишь, что ты ешь. Ну, все. Приятного нам аппетита. Начинаем кушать. Девчонки, кстати, уехали за льдом. Их уже нету полчаса, наверное. И мы начинаем ужин. У нас время... Сколько там? Девять, да? Да. Мы поняли, что у нас Бека сегодня голодная. У нее кончилась еда. Ну, в смысле, ее кормили. Да. Но сейчас Лера хотела, короче, ее покормить еще раз на ночь. И оказалось, что нечем. И поэтому... А, ты знала? Это я ее-то, нет? Короче, она, кажется, знала. Но забыла купить. Смотри, какие подсвечники. А, это браслет. Что за браслет? Я думаю, это просто подсвечники такие. Нет, они не браслеты. Написано браслет. Хочешь такой браслет? Я тебе подарю. Ага. А, какие раскраски. Тут они с этим еще с кроссвордой. Ага, сори, сори, пошли. Вот. И, короче, мы приехали Беки купить покушать. Лерка, а вот такие вот тебе брелочки не нравятся? Нет, такие тоже нравятся, кожаные. Они вот тут вот так вот. Холдеры называются. Лампочки всякие. Называется, приехали за едой для Беки. Что-то я уже к вечеру, знаете, заикаюсь. Но говорилось я сегодня, однако. Семь дней подарков. Смотри, дочь, адвент календарный. Семь дней. А тут фломастеры с наклейками. О, Макар был бы счастлив. Но Макар себя плохо ведет сегодня. И мы ему не будем ничего покупать. Сейчас уезжали. Такая истерика была. Просто ужас. Ой, вот эти штуки он любит. Ага, сейчас. Вот это его любимые книжки. Я, наверное, его куплю ему. Ого, сколько масок. Да, было. Угу. Смотри, какая. Какой выбор. Прикольная. С эти, с шерфом, да? А вот смотри, какая. Нет, это не маска. А, что это игра? О, вот какая открывашка, смотри. Нажимать кнопки, дочь. А вот какие-то еще поделки делать. Наборчики. А, на стилке. Маску какую-то такую, как шар? Да, наверное, маску. Не знаю, дочь. А вот с носиком какая-то смотри. А, вот такая? У меня такая, но только как шар. С шерфом. А мне кажется, не надо ему маску покупать. Вот, я ему возьму раскраску и все. Мама, я хочу положить их для себя в машине. А, так ты же уже покупала для своей машины. Где они? Так он их забрал к тебе в машину. Вот, засранец. Это что такое? Боже мой. Вот убейте меня, я не знаю, что это. Лера, что это? Догадайся, называется. О, елочка прикольная. Кстати, 3 доллара всего стоит. Вот что купить? Ему раскраску или вот такую елочку домой? В коридоре она бы хорошо смотрелась. Она на белой подставочке. Ну ладно, значит, раскраску все. Мы с Лерой уже не помещаемся в Таргет. Мама, не говори. Попами стукаемся. Мы совсем плохо. Сорри, я же шучу. Я же шучу. Ты же знаешь, что я шутница та еще. Ты знаешь, что я без маски? Думаю, что на меня все косятся так. Все ждут, пока ты мне маску выберешь, наверное. Так смешно вообще. А куда ты набрала? А, ну давай, спроси. Ну, короче, мишельки, смотри, вот эту, вот эту, вот эту или вот эту. Ни одной из них она не обрадуется так, как черно-белой маске. Это наша реальность, Лер. Да. Она у нас этот, скейтер, знаешь. Скейтер гелл, скейт гелл, как это называется? Черно-белая маска? Да, да. Ты смеешься? Да нет, я не смеюсь, еще если она будет в шашечку, то это вообще просто высший класс. Пойдем, малыш, пойдем, пожалуйста, пойдем. Филе миньоны ищет своей красотки, да? Да. Может, оно ей уже надоело, тебе надо было спросить? Мама, ну я не надоела, я знаю. Да. Видишь, что-то написано? Стейк лаверс. Она у меня стейк лаверс. Окей. Все, идем? Да, все. Отлично. Идем домой. Едем домой, наконец-то. Да, да, много чего прикольненького. О, какой джипарь, смотри. Валера, после прит-н-плея аллергия на игрушки. Вообще, абсолютно. Ой, вот такой бы я ему на Новый год купила от Хо-Хо-Хо. Вот, наверное, такой мы с папой ему и купим. Смотри, он раскладывается, трак, вообще супер просто. Как тебе? Ну да, Хо-Хо-Хо прям старается. Класс. Бедный наш папа Хо-Хо-Хо. Да, бедный наш папа, ему столько раз в роли Хо-Хо-Хо выступать. Что тут еще есть такое для Хо-Хо-Хо? Ну, эти машинки у нас уже все были, он на них даже не смотрит. О, боже, смотри. О, она мать. Как хорошо, что она с Керри Горл. Да, это точно. Нашей Мишель этим не завлечь. И никогда было не завлечь. Ей покупалось это все, но потом это все так откладывалось в сторону буквально в течение 15 первых минут. Зато скейт, как только подарили. Зато скейт, да. Он у нас просто-напросто. Может, мы вместо раскраски такого купить, у нас еще нет такого Айронмен. Он тут сравнило, конечно. 13 и 12? Ой, 3 и 12? В смысле, ты по это? 3 и 13. А, ну да, 13. Ну да, он не заработал. Не заслужил, честно сказать. И даже на раскраски. Смотри, какая рука. Ой, Мишель, вот такую надо подарить. Смотри, Лер. Чего она ей? Это вот так вот руками они играют. Да, я знаю. Тренироваться будет. Ну смотри, тут еще такие эти всякие ремонтные наборчики. Прикольно. Смотри, она лучше как двигается, мама, чем руками. А тут так потом перейдет на руки, будет жирненькая рука. Да не, не перейдет. Я надеюсь, не перейдет. Все руки разные, да, мама? Господи, стебется надо мной. Вот этот такой классный. Вот этот вообще огонь красный. Я обожаю этот мультик. Просто суперский. А вот этот, смотри. О, да. О, боже, это вообще детство. Насколько раз мы его пересмотрели, даже не знаю. Такой классный мультик. Их даже Ева бы сейчас этому набору обрадовалась, мне кажется. Она бы на свой рабочий стол поставилась. Вообще супер просто. Очень классный. Так, куда-то пойдем еще посмотрим, может, если на мой телефон появились. Я уже не верю в это. Нигде их нет. А, вот ты меня куда привела. Это тонкий намек на толстые обстоятельства. Вот такую вот надо взять нам с тобой. Вот такой ручкой. А где наши эти? Вот я не знаю. Где-то под кроватью у меня лежали две. Лавочка крутая вообще эта. Скамейка. Да? Да. Очень крутая. Нашего хо-хо-хо надо сюда звезти, мама. Что? Хо-хо-хо. Он тебе скажет, что рядом там спортзал, иди. Вот эти такие удобные гантели вообще. Очень удобные. Кстати, удобнее, чем вот эти провязаненные намного. Вот эти не такие приятные на ощупь. Мы, которые покупали, те круче были. Мы их такие же были. Нет, не такие. У нас гладкие эти шершавые. У нас не такой силикон. Нет, нет. Мама, мы их здесь же покупали. Вот наши. Да нет. Наши вот. Что, серьезно, что ли? Да, это они. Мне казалось, что... О, вот эти даже, смотри, есть петрики. Ой. Ой. Резинки у нас есть. У меня преновые маски. Возвих умрешь сразу, если заниматься, мне кажется. Даже. Коврик классный вот этот. Толстый вообще прям вот для моих коленочек. Скамейка мне вот эта очень нравится. Блин. На ней вот руки полностью можно отработать. Пресс. Вообще супер огонь. Ты только ее в гараж ставь, больше не видишь. Папа в гараж не пускает. Нет, давай выкинем все, слоная. Там детская кухня стоит. Ее выкинуть надо. Все равно перед Новым годом это все надо почистить. Я согласна. Да, мы с Евой уже поговорили о том, что нам надо там все выкинуть. Надо все выкинуть просто. Сделаем там спортзал. Прикольно. Особенно сейчас такая погода классная. Согласна. Ой, полотенчики здесь тоже есть. Смотри, вот эти вот. Они такие класснючие. И классная расцветка. Я так хочу понять йогу. Какие-то ежедневные. Я тоже не могу. Для меня очень силовые. На классы по йоге никак. Не понимаю. Мне кажется, до нее надо ментально дойти. Ой, я уже зеваю. Кошмар. Смотрите, какие бидоны для воды. Двенадцать часов держит холодную воду. Ледяную, так сказать. Здесь тоже огромные бутыли. Бутыли, бутыли. Что, у тебя сложился ли желание в голове? Вафельки какие-то еще, глянь, с ирийскими. Органик, соленая карамель. Нифига себе. Фига себе, спортпед. Фига себе. О, это как у нас же, да? Хаверборд. Ну, а у нас старенький. Нашему-то уже, дай Боже, шесть лет почти. Пять. Шесть почти. Мы же его в Эмиратах покупали в августе. Мне только 16 спонула. В августе. Ну, сейчас тебе сколько? Мне двадцать лет. С половиной почти. Ну, окей, шестой год. Шестой год. А, сейчас уже отбавляешь. Было 15, прибавляла. Мне не 15, мне 15 с половиной. Ну, да, да, было так. Мне 15,7. Ой, тут столько конфет, господи. Я на них что-то даже смотреть не могу. Вишня в шоколаде. Столько всяких вкусностей. Короче, Лерчик, поехали домой, а? Ева так любит Феррера Роше. Вот такой бы ей размерчик купить. Что, не забыла? Лерка купила Бэки еду и у меня дети. Разлыкашки. Идем домой. Я уже, если честно, очень хочу спать. А у меня еще работы. Ого-го. У меня очень болит голова. А, Лерке очень болит голова. И, короче, вообще мы, походу, объелись. И от этого очень плохо. Такие дела.